И начнем мы, как обычно, со стандарта отрасли, с той программы, которая давным-давно стала эталоном, это PowerPoint, и, естественно, можно говорить о его аналоге, о программе Keynote для маков, она сама по себе довольно похожа по возможностям, что-то у нее получается еще лучше, например, работа с эффектами и с анимацией, а где-то, наоборот, с публикацией в интернете у нее функций немножко поменьше. Но, в общем и целом, они очень и очень по функционалу похожи, поэтому и ту, и другую мы будем называть стандартной отрасли, именно той программой, которая ассоциируется у нас с презентациями. Основные особенности я не буду делить на плюсы и на минусы, вы сами решите, что из этого для вас является положительным качеством, а что отрицательным. Шаблонов очень много. На шаблоны часто обзорщики разных сервисов смотрят в первую очередь, и они говорят, что да, для PowerPoint-а шаблонов, в принципе, очень и очень много, но большая их часть находится на сторонних сайтах. Нужно знать эти места, нужно скачивать и затем уже использовать именно эти шаблоны. Встроенные макеты, как правило, не очень хороши, но в последней версии 365 появилась возможность пользоваться шаблонами, которые автоматически генерируют нейросеть на основе того контента, который вы добавили на слайды. Это, в принципе, довольно интересная функция. Она работает еще не настолько хорошо, насколько хотелось бы нам, но, тем не менее, знать о такой возможности стоит. Наверное, из всех программ у PowerPoint и у K-Note самая гибкая настройка анимации. Не все функции находятся в быстром доступе, иногда нужно зайти в глубь меню, но, в общем и целом, по возможности, настройка анимации, а также настройка интерактивных элементов в PowerPoint реализованы очень хорошо. И это программа, в которой, пожалуй, самый большой список форматов для экспорта, начиная от привычного файла по btx, через pdf, раздаточные материалы и заканчивая созданием видеоролика. Кому именно эта программа подходит? Для кого она может являться базовой? Если для вас принципиально важно, чтобы презентация открывалась на любом устройстве, где бы ни стоял PowerPoint, даже старенький компьютер, если там 97-й PowerPoint, скорее всего, у вас получится без особых проблем и без изменений в дизайне эту презентацию открыть. PowerPoint хорош, если у вас идет потоковая работа над слайдом. Например, есть шаблоны для оформления курса, и вы одну за одной презентацией в них делаете. Один и тот же дизайн, один и тот же набор макетов, и вы, например, в течение года делаете презентации в них, как я делаю, например, презентацию для нашего вебинарного трека. И особенно хороши последние версии 365, где добавилось, с одной стороны, много интересных возможностей, например, 3D-объекты, а вот с другой стороны, они обрезали поддержку макросов. Но в общем и целом, версия 365 заметно хороша и удобна, если у вас, особенно монитор с большой диагональю, на маленьких мониторах, быстро лента, вот это вот меню с иконками смотрится неаккуратно и неряшливо. Если узнаете себя в этом описании, нажимайте на огонек, посчитаем, да, кто у нас является поклонником PowerPoint, кому удобнее с ним работать. Для меня, конечно, главная ценность – это именно в потоковой работе, в том, что не приходится каждый раз заново что-то делать с дизайном, а можно воспользоваться уже одним и тем же макетом. Кому она, наоборот, не подходит? Если у вас медленный и старый компьютер, или если вы работаете сразу на нескольких устройствах, и одно из них явно протормаживает, потому что последние версии PowerPoint все-таки требуют каких-то более-менее нормальных ресурсов, особенно если в вашей презентации много мультимедиа элементов. Не очень удобно работать в PowerPoint в том случае, если у вас много фото и иллюстрации. Да, можно подключить какие-то надстройки, дополнительные плагины поставить и искать по фотобанкам, не выходя из самой программы. Но это работает не так удобно и не так быстро, как нам хотелось бы. Поэтому для PowerPoint нужно сначала где-то найти графику и только потом уже открывать саму программу. Это не всегда удобно. Хорошо, если нужно добавить одну-две фотографии, а если вот вся презентация идет на таких примерах. И не очень удобен PowerPoint в том случае, если вы планируете встраивать свою презентацию на веб-сайт. Нужно будет через косторонние сервисы проходить, конвертировать. Нет возможности прямо напрямую получить iFrame код, чтобы презентация отображалась так, как нужно. Опять же, если узнаете себя в этом описании, нажимайте на огонек. Для меня, например, из этого списка самый важный пункт – это последний. Если я делаю презентации для вебинара с PowerPoint, все отлично. Если для интернета, если я хочу, чтобы это было в лангридах, мультимедийных материалах, то, к сожалению, PowerPoint – это не тот вариант, который мне подходит. Как может выглядеть рабочее пространство, если вы его формируете на основе именно PowerPoint – программы, которая ставится, либо онлайн-версии, где вы работаете. Макеты и графику, как правило, вам придется искать на каких-то сторонних сайтах. Сначала находить, затем редактировать или добавлять в презентацию. Работать над слайдами сама по себе работа очень и очень удобно. Здесь много функций настройки. Если потратить время и настроить программу под себя, то, в принципе, взаимодействие с PowerPoint, с Keynote будет одним удовольствием. И очень много форматов экспорта. Особенно, если вы работаете с онлайн-курсами и добавляете iSpring конверта, iSpring Suite сюда, то, в принципе, никаких проблем с экспортом презентации у вас быть не должно. Сильные стороны PowerPoint, работа над слайдами и экспорт.